Агриппина Яковлевна Ваганова. Царица вариаций императорского балета и великий педагог, создательница уникальной методики преподавания. Среди ее воспитанниц великие балерины. Марина Семенова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Алла Шелест. Майя Плесецкая назвала ее лучшим педагогом классического танца. Именем Вагановой названо знаменитое балетное училище Петербурга. В 1931 году она стала художественным руководителем балета Ленинградского театра имени Кирова. А через шесть лет ее со скандалом сняли с должности. Сегодня мы хотим познакомить вас с уникальным документом, содержание которого долгие годы было известно лишь единицам. Это стенограмма заседания, которая состоялась в Кировском театре в 1937 году. Но не будем осуждать великих учениц Великой Вагановой. Это театр. И не будем забывать, что это было в 1937-м, страшную эпоху сталинских репрессий. В книгах, посвященных великому педагогу о гребине Яковлевне Вагановой, об этом эпизоде ее жизни не упоминается. Да и сама тема десятилетиями была под запретом. На излете зловещего 1937 года в течение двух дней, 7 и 9 декабря, балетная труппа Ленинградского государственного театра оперы и балета имени Кирова последовательно и методично прорабатывала 58-летнюю Агриппину Ваганову, худрука балета. Свидетельством выступлений нескольких десятков человек стала стенограмма заседаний. Впрочем, стенограмма эта больше напоминала протокол политического процесса. Вагановой художественному руководителю сильно навредила Ваганова-педагог. В театре одновременно оказалось слишком много балерин, ее учениц. В течение шести лет Агриппина Яковлевна, обладавшая весьма жестким характером и острым языком, возглавляла балетную труппу, пытаясь сдерживать атмосферу интриг и зависти, столь свойственную любому театральному коллективу. Отчетный доклад Вагановой о работе балета вызвал бурю протеста. Котел недовольства и оскорбленного актерского самолюбия прорвало. Многочисленные ученицы обвинили Ваганову во всех смертных грехах. В диктаторских замашках, в отсутствии самокритики, провозглашенной товарищем Сталином, в зажиме молодежи и талантов, в неуважении к старшему поколению, в продвижении любимчиков, в отсутствии новых спектаклей и в преднамеренном вредительстве. Лирический премьер театра Константин Сергеев взял слово одним из первых. Он назвал отчет Вагановой анекдотом. Ученица Вагановой балерина Ольга Мунгалова обвиняла руководителя в скудности репертуара. За шесть лет работы Агриппина Яковлевна мы имеем четыре новых спектакля и плюс две переделки старых балетов. Это в лучшем случае половина того, что могла бы и должна бы сделать наша балетная труппа. Другая ученица Вагановой Елена Шерипина стремилась к разоблачению. Наша задача – найти и выявить вредительские методы работы. Не отставала от коллег и Нина Младзинская, открыто клеймившая своего прославленного педагога. Хочется сказать о чрезмерно преувеличенном значении Агриппина Яковлевна для балета. Наша искусство существовало задолго до нашего художественного руководителя и, надо думать, будет существовать и после с не меньшим успехом. Вопросы и обвинения сыпались со всех сторон. В чем репертуарные заслуги Вагановой? Поставила свою редакцию «Лебединого озера», обновила и «Смеральду», но это балеты Петипа и Иванова, а не Вагановых. Ваганова Бахчисарайский фонтан не любит, потому что не умеет работать с балериной над образом. Почему нет балетов, посвященных трудовым подвигам советского народа? Ваганова, потакая врагам народа, мешает создавать советские спектакли. Даже новый балет «Партизанские дни», посвященный гражданской войне, получился неудачным. Из-за Вагановой она вредила, мешала хореографу Василию Вайноновым. Она не пригласила результаты тех, кто воевал за советскую власть. Они бы точно подсказали, как ставить советский балет. Ведущая балерина театра Татьяна Вячеслова, которая тоже была одной из лучших вагановских учениц, назвала Агриппину Яковлевну тормозом в работе, проявившим халатное отношение к такому ответственному спектаклю, как «Партизанские дни». Впрочем, в своем выступлении она выразила и претензии личного характера. Она была возмущена, когда в списке артистов, которых Ваганова представила к званию заслуженных, увидела фамилию Улановой, Дудинской, Сергеевой и Чабукьяни. И не увидела своей. В завершении выступления Вячеслова предложила привлечь в театр крепкого партийного работника. Мы работаем в социалистическом государстве, а не в частной трупе, где пишутся свои уставы. Надо положить этому конец. Красавица-балерина с нежным именем Нина и говорящей фамилией Стуколкина клеймил руководство «Срывая маски». Без учета подрывной вредительской деятельности врагов народа, орудовавших в нашем театре, ситуацию нельзя ни объяснить, ни понять. Надо быть политической шляпой, чтобы не понимать, кто виноват во всех недостатках. Конечно, Ваганова. Ваганова также обвинили в отсутствии молодых хореографов. Об этом громогласно объявил на собрании выдающийся танцовщик и начинающий хореограф Вахтанг Чебукиани. Она не растит балетмейстеров, а если люди сами выявляют себя, их стараются спихнуть, что сделали с Лавровским и с Захаровым. И со мной происходит что-то странное. Напрасно Ваганова объясняла собранию, что Захаров и Лавровский ушли по своей воле. В ответ с мест летели острые стрелы. Можно и не выгоняя из театра создать такую обстановку, что сами люди убегут. Критике подвергался даже несомненный талант Вагановой педагога. Против нее выступила опытнейший мастер сцены балерина Елена Люком. Существует почему-то единое мнение, что все наши молодые кадры даются именно Вагановой. Ваганова ведет последние классы, она как бы шлифует всю предыдущую работу танцовщицы, а работа уже проделана огромная Евгении Петровне Снедковой, Марии Федоровне Романовой, молодыми педагогами училища. Но танцовщица кончает ее класс и каждую новую звезду. А Грибина Яковлевна спокойно вправляет себе в свою торжественную диадему. А звезд этих уже немало. Целая корона. Семенова, Уланова, Вечеслова, Йордан, Дудинская, Балабина. А Грибина Яковлевна так привыкла к подобного рода украшениям, что ничего не смущается. Не смущается она и тем, когда иногда ее благодарят за чужую работу. Снимая сливки с классов, Ваганова выпускает всего одну-две балерины, и то не каждый год. Не Ваганова и не мы с вами, а наша замечательная родина является главным волшебником наших дарований. Финал пафосной речи стареющей примы Елены Гуком утонул в аплодисментах. Ей осторожно возразила ученица Вагановой Наталья Комкова. Ваганова, как педагог, в два года делает больше, чем другие в 4-5 лет. Даже из снятого молока Ваганова делает сливки, примером, чему может служить балерина Ольга Йордан. У Вагановой, учась в классе, даже без замечаний можно делать успехи. Но такое заступничество Комковой никому было неинтересно. Гораздо более сценарию собрания соответствовали выступления танцовщика Андрея Лопуховой и Нины Младзинской. Нельзя прикрывать авторитетом прекрасного педагога отсутствие авторитета плохого руководителя. Не отрицая педагогических заслуг Агриппина Яковлевна Вагановой, необходимо, однако, признать полную несостоятельность ее художественного руководства. По мнению коллектива, Ваганова игнорировала призыв Сталина о чутком и внимательном отношении к людям, особенно к молодежи. Сокрушительный удар худруху нанесла активистка Праулина. Комсомол Ваганова называют как не иначе, как с шайкой, мешающей работать. Агриппина Яковлевна не любит комсомол за то, что он ее критикует. Несколько страниц стенограммы заняло выступление валерины Елены Чикваидзе. Товарищи, сегодня самый замечательный день в моей жизни. Я могу высказать все, что накопилось в душе. А накопилось у нее много. Она называла Ваганову диктатором и откровенным вредителем. Признавалась, что Ваганова внушает артистам панический страх и что работать с ней невозможно. Она утверждала, что является ярким объектом издевательства Вагановой и подробно рассказывала о накопившихся обидах. Вот Дудинская больше всех танцует. Она в фаворе. А мы месяцами не выходим на сцену. Для Вагановой ее ученицы не балерины, а девочки, которыми можно помыкать. Руководить так, как это делаете вы, вы не имеете никакого права. Некоторые ораторы искали причины плохого руководства в старорежимном воспитании. Ваганова, вспоминая о том самодурстве, которое процветало в царском балете, сама культивирует методы из того же арсенала. У нее такой характер, что сам Аракчейв перед ней бы не устоял. Выводы были ясны. Художественное руководство Вагановой тупик для театра. В дни торжества Великой Сталинской Конституции такие худруки не нужны. Во главе труппы должен стоять истинно советский человек, каким Ваганова не является. Коротко и, как всегда, лаконично итог подвела ведущая балерина, скромнейшая Галина Уланова. Я считаю, что нужен новый человек для нашего художественного руководства, который бы творчески руководил нашим балетом. Одна за другой ученицы Вагановой предавали ее, и лишь две из них выступили в ее защиту, только что взятая в труппу театра Алла Шелест и любимица Вагановой молодая прима Наталья Дудинская. Выступление Дудинской внесло незапланированный контрапункт в сценарий заседания. Кто дает такую высокую продукцию? Ваганова. Я не считаю, что под руководством Вагановой наш классический балет пошел назад. Как он стоял на первом месте в Союзе, так он и остался на своей высоте. Ваганова подняла классический балет на должную высоту. Но ни это выступление Дудинской, ни заключительное слово самой Вагановой ни на что повлиять уже не могли. Напрасно она доказывала, что репертуар шире, чем говорили ее оппоненты. Не 9, а целых 15 названий. Напрасно напоминала она об успешно проведенных ею гастролях Ленинградского театра в Москве в 1935 году. Напрасно вспоминала о теплом зрительском приеме, о прекрасных лицензиях и высокой оценке правительства. Наша поездка в Москву доказала, что ленинградский балет стоит гораздо выше московского. Значит, что-то я делаю такое, что достигло известных результатов и получились известные достижения. Я ничуть не рисуюсь своим характером. Характер у меня может быть и ужасный, но мне кажется, мягкотелый, приятные люди дисциплины не введут. Дисциплина обязательно в каждом деле, а в нашем особенно. Оправдывалась она напрасно, ее никто не слушал. Ваганова была обречена. Наш театральный организм, переживая болезнь, требует уже не примочек, а хирургического вмешательства. Такой диагноз поставил новый директор театра, товарищ Асланов. Операцию провели без промедления. Приказ номер 852 Всесоюзного комитета по делам искусств был готов уже через 10 дней. Удовлетворить просьбу народной артистки РСФСР товарища Вагановой и освободить ее от работы в Театре оперы и балета имени Кирова. Предложить Ленинградскому хореографическому училищу широко использовать товарища Ваганову по линии педагогической работы. Кто спас вредителя Ваганова от ареста и расстрела, доподлинно неизвестно. Скорее всего, ее блистательный вагановский метод обучения. Зачем сажать и уничтожать? Она могла пригодиться, ведь вождь советского народа благоволил к балету. В 1946 году Агриппина Яковлевна даже получила звание профессора и стала лауреатом Сталинской премии. А в 1957-м, когда ее уже не было в живых, имя Вагановой присвоили Ленинградскому хореографическому училищу, ныне знаменитой на весь мир Академии Вагановой. И лишь строки старой стенограммы рассказывают о некогда бушевавших страстях. Академии Вагановой.